SCP-1216-RU Субтитры создавал DimaTorzok С целью полной блокировки доступа SCP-1216-1 Баллоны открываются техническим персоналом при получении красного сигнала тревоги Подробнее смотрите документ 1216-B Технические регламенты Описание Выберите версию документа, соответствующую вашему уровню допуска Будьте готовы подтвердить вашу личность Версия для сотрудников службы охраны и технического обеспечения объекта SCP-1216-1 Это пространственная аномалия, локализованная в необитаемом районе Горно-субарктической пустыни в Булунском лусе Республики Саха В Якутии, Российской Федерации В 116 километрах к югу от ближайшего населенного пункта Села Кюсюр Аномалия представляет собой проход в параллельную вселенную Обозначенную как SCP-1216-2 Аномалия была обнаружена в 1998 году благодаря спутниковой съемке Она проявлялась в форме локального метеофеномена Устойчивого вращающегося облака тумана Облако представляло собой микроциклон, сформированный в результате просачивания более теплого и влажного воздуха из другой вселенной Ранее, по-видимому, аномалия не существовала Первоначально объекту был присвоен класс безопасный В SCP-1216-2 совершались регулярные экспедиции В 2013 году был обнаружен объект SCP-1216-3, который в случае проникновения из данной вселенной в нашу представлял бы угрозу развития сценария класса К Вследствие этого класс SCP-1216 был изменен на кетр Были свернуты все экспедиции и построен саркофаг Насколько известно, SCP-1216-3 не способен самостоятельно преодолеть имеющееся защитное сооружение Однако не исключено повышение уровня угрозы В этом случае меры защиты должны быть усилены, что предполагает, в частности, герметизацию внутреннего объема саркофага В настоящее время фонд ведет исследовательскую и разведывательную деятельность в SCP-1216-2 только посредством телеуправляемых роботов Версия для операторов поисковых роботов и других сотрудников разведывательной группы SCP-1216-1 это пространственная аномалия типа UO-SSSM-B2 Стабильный, безопасный двухсторонний проницаемый портал, локализованный в данные удалены Внешне аномалия выглядит как полупрозрачная сферическая колеблющаяся мембрана Беспрепятственно проницаемая для любых материальных тел и радиоволн Проход сквозь SCP-1216-1 осуществляется мгновенно и не сопровождается никакими специфическими ощущениями SCP-1216-2 это параллельный мир на другой стороне SCP-1216-1 Точка выхода расположена в неиндифицированной галактике на поверхности планеты Обозначенной как SCP-1216-2а Согласно измерениям кривизны горизонта, радиус планеты в 11,2 раза больше земного И почти равен радиусу Юпитера Но при этом она не является газовым гигантом и обладает тяготением равным земному Это может свидетельствовать либо о том, что гравитационная константа в SCP-1216-1 Значительно меньше, чем в нашей Вселенной Либо об аномальной низкой плотности вещества планеты Давление, состав атмосферы и магнитное поле Освещенность и продолжительность суток также соответствуют земным Звезда представляет собой желтого карлика Во всех отношениях похожего на Солнце За исключением нескольких ярких эмиссионных спектральных линий Не принадлежащих ни к одному известному элементу Благодаря этому, возможно аномальному, компоненту спектра Дневное небо планеты окрашено в пурпурно-фиолетовый цвет Океан в темно-красный И вся цветовая гамма отличается от земной У планеты имеются три крупных естественных спутника По размеру сопоставимых с Луной и 12 малых Наблюдение за ними позволяет осуществить позиционирование на поверхности планеты С точностью до 1 километра Точка выхода расположена на широте 19,1 градуса севернее экватора На вершине небольшого холмистого острова Высота над уровнем моря 224 метра Температура, влажность и режим осадков соответствуют тропическому климату Сезонные климатические колебания не наблюдались Дожди чисты почти каждую ночь, но непродолжительно Сила ветра не превышает 5 баллов по шкале Бафорта Условия для пилотирования летательных аппаратов ничем не отличаются от земных Остров входит в состав большого архипелага Сложенного осадочными породами, типа известняка и песчаника Большинство островов имеют гористый рельеф и изрезанную береговую линию Характерно карстовые пещеры и гроты Отвесные скалы Песчаные отмели Сейсмическая активность не обнаружена Острова покрыты растительностью Имеется сухопутный и морской животный мир На момент написания данной редакции документа, 2015 год, достаточно хорошо исследована территория В радиусе около 300 километров от точки выхода Вся она принадлежит вышеописанному архипелагу Следов присутствия человека или иных разумных существ не обнаружено Насколько известно, пребывание на SCP-1216-2A для человека физически безвредно Тем не менее, длительное пребывание оказывает на людей необратимое психофизическое и аномализирующее воздействие Основные аспекты которого таковы От одной до двух недель Возникновение и нарастание беспричинного ощущения тревоги От двух до трех недель Увеличение физической силы Выносливости и скорости реакции Все это на эмоциональном фоне Нарастающего тревожного возбуждения Вплоть до панических атак От трех до четырех недель Развитие враждебного отношения к другим людям Повышение агрессивности Все более часто интенсивные приступы беспричинной ярости Доходящие до полной потери собаконтроля От одного до двух месяцев Развитие аномальной неуязвимости Любая попытка агрессии против субъекта Приводит к немедленной телепортации инициатора нападения Из SCP-1216-2 на Землю В окрестности SCP-1216-1 От двух до трех месяцев Угасание любой мыслительной деятельности Кроме направленной На причинение максимального ущерба другим людям От трех до четырех месяцев Развитие других аномальных свойств Таких как левитация Неограниченная продолжительность пребывания под водой Телепортация на близкие расстояния Около года Развитие способности создавать порталы Аналогично SCP-1216-1 Между различными точками SCP-1216-2 и нашей Вселенной Первоначально объекту был присвоен класс безопасный В SCP-1216-2 Совершались регулярные экспедиции Время непрерывного пребывания людей В SCP-1216-2 Не превышало недели Поэтому никакие негативные воздействия Помимо легкой тревожности не были выявлены В 2013 году были впервые проведены эксперименты По долгосрочному до двух месяцев Пребыванию людей в SCP-1216-2 В ходе которых обнаружены Вышеперечисленные эффекты Всех испытуемых, кроме одного Удалось вернуть на Землю и обезвредить Последнее оказалось возможным ввиду того Что эффект неуязвимости проявляется только в пределах SCP-1216-2 После этого класс объекта был заменен на Кетр Были прекращены экспедиции И построен саркофаг SCP-1216-3 Это обозначение Присвоенное единственному сбежавшему Испытуемому На данный момент его розыск И доставка на Землю Являются задачами высшего приоритета SCP-1216-3 Способен создавать порталы в нашу Вселенную К настоящему времени Им создано 13 порталов Которым присвоено общее обозначение SCP-1216-4 Они расположены на поверхности планеты SCP-1216-2-а Цепочкой неправильной формы Тянущиеся от точки выхода На 120 км в западном направлении Большинство порталов Все кроме SCP-1216-4-11 Введут в пустое пространство И легко обнаруживаются Благодаря вихрем Засасываемого в них воздуха Таким образом Цепочка порталов Представляет собой след Оставленный SCP-1216-3 На поверхности планеты Что несколько облегчает задачу по его поиску Карта с точными координатами всех SCP-1216-4 Содержится в приложении SCP-1216-а Ниже приведены краткие сведения О каждом из порталов SCP-1216-4-1 Тире 2 и тире 3 Введут в пустые межгалактические пространства Ни одна из наблюдаемых на той стороне галактик Не идентифицирована SCP-1216-4-4-5 Введут в пустое межгалактическое пространство На расстоянии около 50 мегапарсек от Земли Судя по нескольким идентифицированным галактикам М87 и другие Наблюдаемым с совершенно других ракурсов SCP-1216-4-6 Введет в область с летально высоким уровнем рентгеновского излучения Отправленный в этот проход робот Вышел из строя через полсекунды Передав лишь телеметрию И не успев сделать фотографии SCP-1216-4-7 Введет в точку пустого пространства На окраине галактики Вольфа, Ландмарка, Мелотта В 930 килопарсеках от Земли SCP-8 Ведет в окрестности звезды Красного Карлика Внутри плотной полевой туманности Другие звезды не наблюдаются Ввиду чего определить местоположение точки выхода невозможно Звезда сильно переменная Окружена протопланетным газополевым диском SCP-9 Ведет в пустое пространство Между окраиной нашей галактики И Большим Магеллановым облаком В точку на расстоянии около 43 килопарсек от Земли SCP-10 Ведет в верхние слои атмосферы Планеты-гиганта Типа горячий Юпитер Звезду Оранжевый Карлик Не удалось идентифицировать Но в небе наблюдается несколько ярких звезд Видимых из Земли Канопа с Ригеля до Неб Судя по их координатам Точка выхода расположена примерно в 600 парсеках от Земли В направлении созвездия Южной Гидры SCP-11 Над ним возвышается куплообразный вулкан Из плава железа и никеля Непрерывно извергающий под высоким давлением лаву Такого же химического состава С температурой более 6000 градусов по Цельсию SCP-12 Ведет в пустое межзвездное пространство На расстоянии около 1,2 парсека 250 тысяч астрономических единиц От Солнца В направлении созвездия Жирафа SCP-13 Ведет на поверхность Неидентифицированного ледяного планетоида Вращающегося вокруг Солнца На расстоянии около 175 астрономических единиц Судя по всему SCP-1216-3 Пытается создать портал на Землю Как видно изначально он создавал порталу вслепую Но нашел верный путь путем пропа ошибок И с каждой попыткой смещает точку выхода все ближе к Земле Целью субъекта несомненно враждебна человечеству В случае обнаружения-3 Ни в коем случае не стоит пытаться его убить Или обездвижить его Хотя поисковые роботы снабжены соответствующими средствами Такая попытка приведет лишь к телепортации робота Из SCP-1216-2 на Землю Без возможности возвращения Специально с целью захвата-3 В центре психологических и меметических исследований фонда Была разработана процедура песен-сирен Будучи примененной к субъекту Она с вероятностью около 85% Заставит его добровольно подчиниться командам операторов поисковой группы Перед запуском процедуры песен-сирен Всем операторам необходимо отключить входящий аудиоканал С целью обезопасить самих себя от меметического воздействия В случае успеха процедуры ведущий оператор должен приказать-3 вернуться в точку выхода и далее на Землю Когда субъект пройдет через-1 и потеряет неуязвимость, он должен быть немедленно уничтожен В случае успеха вслед за этим внутреннее пространство саркофага будет загерметизировано И всякая деятельность в SCP-2 прекращена Версия для сотрудников с уровнем допуска 4 и выше Описание, содержащееся в версии для операторов поисковых роботов, в целом достоверно За исключением нескольких параграфов, несущих намеренную дезинформацию Спектр Солнца-2А действительно содержит линии неизвестных элементов Но они не влияют на цветовую гамму планеты, которая практически не отличается от земной Красный-фиолетовый колорит искусственно создаётся посредством цифровой цветообработки В камерах поисковых роботов, с целью понизить внешнюю привлекательность планеты в глазах операторов С экологической точки зрения, планета полностью пригодна для жизни человека Острова покрыты густой, вечно зелёной лиственной растительностью, биохимически идентичной земной Описано около 100 видов деревьев и кустарников, со съедобными плодами Ядовитых растений не обнаружено Животный мир суши небогат и представлен мелкими птицами, растительными и насекомоядными млекопитающими Крупных хищников, ядовитых и жалящих насекомых, а также болезнетворных микробов не обнаружено Подводная фауна разнообразнее сухопутной Описано несколько десятков съедобных рыб и моллюсков Опасные для человека морские животные на данный момент не выявлены В начале 2010-х разрабатывался проект создания в Тире-2 курортно-санаторной зоны для сотрудников фонда Именно в рамках данного проекта в 2013-м проводились эксперименты по долгосрочному пребыванию людей в Тире-2 Психофизические аномальные эффекты, обнаруженные при этом, в действительности заключались в следующем От 1 до 2 недель Излечение от всех соматических заболеваний Приобретение иммунитета ко всем известным инфекциям Эффект обратим, то есть исчезает после возвращения на Землю Ускоренное заживление ран и травм, что необратимо От 2 до 3 недель Физиологическое омоложение До биологического возраста От 20 до 35 лет У лиц старших возрастов Увеличение физической силы Выносливости Скорости реакции Все эффекты обратимы От 3 до 4 недель Снижение нервозности и агрессивности Излечение от нервных и психических заболеваний Несоматического генеза Рост интеллекта Развитие позитивного и дружественного отношения к другим людям Склонность к бескорыстной помощи К компромиссному решению конфликтов Это обратимо От 1 до 2 месяцев Развитие неуязвимости в пределах тире 2 Любая попытка агрессии против субъекта Приводит к немедленной телепортации инициатора нападения на Землю В окрестности тире 1 Что обратимо От 3 до 4 месяцев Развитие других аномальных свойств Таких как левитация Неограниченная продолжительность пребывания под водой Телепортация на близкие расстояния Обратимость не установлена Около года Развитие способности создавать проходы Аналогичные тире 1 Между различными точками тире 2 и нашей вселенной Обратимость не установлена SCP-1216-3 Обозначение сотрудника класса D Личный номер 8710 Который отказался возвращаться из SCP на Землю Это Всеволод Петрович Носов Гражданин РФ 82 года рождения В 2003 году он окончил Новосибирский государственный технический университет В том же году основал леворадикальную анархокоммунистическую группировку СВД Счастье всем даром Во главе которой совершил серию преступлений В 2006 году группировка была захвачена Все члены арестованы и осуждены, кроме Носова, которому удалось скрыться Носов был объявлен международный розыск по линии Интерпола В 2007 году задержан властями Колумбии и экстрадирован в РФ В 2008 году приговорен по ряду статей К 25 годам лишения свободы В том же году подписал договор о сотрудничестве с фондом В качестве сотрудника Д-класса работал на объекте Ввиду высокого интеллектуального уровня, научного склада ума И готовности к сотрудничеству был исключен из ежемесячной ротации По ходатайству научного руководителя доктора Самохина Выполняя фактические работы исследователя-ассистента Обладал достаточно полной информацией о SCP В 2013 году участвовал в программе по изучению эффектов Долгосрочного пребывания в Тире-2 Лично находился там в течение месяца После сворачивания программы отказался возвращаться на Землю Воспользовавшись новообретенными аномальными способностями бежал Сведения о процедуре песен-сирен соответствуют истине За исключением того факта, что ее воздействие не является меметическим Процедура заключается в том, что субъекту Тире-3 По громкой связи дается приказ вернуться в точку входа Под угрозой в противном случае Каждые полчаса умершлять одного сотрудника класса Д Если субъект проигнорирует приказ Следует сообщить новую угрозу Каждые 15 минут ампутировать небольшую часть тела у трехлетнего ребенка С высокой вероятностью это заставит субъекта подчиниться И угрозы не придется осуществлять Тем не менее Данные удалены Следует учитывать, что Тире-3 должен быть любой ценой нейтрализован Прежде чем ему удастся открыть портал На неконтролируемый фондом участок земной поверхности Исходя из имеющихся знаний о биографии и убеждениях Тире-3 Есть все основания считать Что он стремится открыть порталы на Землю из Тире-2 С целью обеспечить доступ в этот мир всем желающим Очевидно, что массовая миграция населения Земли в Тире-2 Имела бы катастрофические последствия Для социальной, политической и экономической организации человечества Событие такого рода должно рассматриваться Как тотальное нарушение нормальности И сценарий катаклизма класса ЮПЭ Так же, как и в случае с другими объектами класса Кетер Задачей фонда является недопущение подобного развития событий